ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, выстраиваем прямую стойку, прямую линию. Итак, мы начинаем с perfect handstand. И начинаем те же самые прокачки. Я обычно упираюсь вот так коленом в плечо. И он разгибается, и сам пытается выпрямиться. Итак, тренер использует даже ноги, стопя ноги, поднимая ноги вперед. И он просто... В передней позиции должен быть очень крепким. И он должен быть очень крепким. И гимнастер должен быть самим, чтобы вернуть к ханстану. Тренер только поднимает ноги, чтобы начать к ханстану. Очень часто бывает, когда он не подержал рукой, и в него ноги упали, то есть живот рассабил. Итак, это довольно common, когда тренер имеет поддержку, тренер начинает чувствовать себя коллапсом на ногах. Это довольно серьезный ошибок, потому что гимнастер не перестанет. Гимнастер всегда должен быть крепким стопом, и тренер должен чувствовать легкое тело. Точнее и помогает. Следующее упражнение у нас будет то же самое движение с ускорением и отталкиванием. Следующий экзамен будет символ, но должен быть увеличен и поврежден. И... Да. Экзамен вы можете видеть курбет-акшен. То есть, в основном, тренер помогает создать правильную форму. Что важно здесь, опять же, наличие круглой спины, в конце отталкивания, отсутствие углов в плечах, отсутствие угла в тазу. И при отталкивании, когда мы толкаемся руки, не вверх задираем, не прижимаем, а смотрит руки в мосик. Провожаем отталкивание. Окей. Вы знаете, когда мы создали хорошую форму на флоре, мы просили посмотреть позицию. Эту позицию нужно видеть, когда делаем этот экзамен. И самое важное, когда гимнастер закончил пушку, чтобы формировать тело, не позволяет сделать немного внизу, не позволяет сделать немного. Попа остаются в одинаково, и поднимая в плечах. Следующее упражнение будет вот такой курбет на колене. Задача этого движения выполнить курбет, не садясь на пятки. Очень часто бывает, что когда расставляем таз, при таком приземлении, нас сажает на пятки. То есть напрягаем таз, ровное положение. Таким образом, это упражнение, снап-давный курбет, вы позволяете ленту на ноги, но не позволяете вы поднимаете ботом внизу на ноги. Безусловно, держите руки все время, чесно. Даже когда гимнасты пушят на спреймбот, в конце концов, нужно использовать крючок, чтобы улучшить еще больше акций, чтобы улучшить более мощный пуш. Не только ноги, все мышцы должны быть вовремя. Уже выполняем курбет на ноги для разгонных элементов, для темповых переворотов назад, фляков и для темповых сальто назад. Следующий упражнение курбет будет ленту на ноги, который будет использоваться для создания скорбетов для следующего движения назад. Таким образом, гимнастик должен сделать сильный снап-дон, в последней позиции, когда он немного вертикал, и командир должен остановить его пушку, пушить ботом. Он должен поднимать командир с ботом как можно. Таким образом, если гимнастик способен закончить в этой позиции и продолжить ботом Это уже хорошая скорость. Это должно быть более динамично. Этот упражнитель помогает вы тестировать индивидуальный гимнаст. Какого размера требуется для человека, потому что некоторые гимнасты очень толстые, а некоторые очень маленькие. Если вы делаете этот упражнитель, можно было снять их то, когда их подверг для тебя, это будет прекрасно для бакфлик. Это для вас, если вы заметите, подвергайте гимнаст, и вы можете найти его замки. Если вы ни видите так, бигородруя и бакфлик, отличие, поэтому много места для улучшения для его флик. Очень обычный ошибок в тайминге. Потому что, когда вы наступаете, вы можете видеть вверх. Вверх должен идти от вашего тела до ногтей. И ногтей начинают прыгать слишком скоро. Они даже не закончились. И путешествие назад не поддерживает. Да, достаточно. Принцип такой, что мы, когда ставим ноги на ковер, дальше у нас спина должна пройти вот так вот, плавненько по одному позвонку, по позвонку, и в конце только мах руками. Мах руками – это самый финиш отталкивания. Если вы наступаете в мах руками на флик, вы должны видеть, что снизу, 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 снизу. И, наконец, я наступаю. Если мы сделаем мах руками раньше, в положенном времени, то все, что ниже рук, вот это, наш таз, колени, как правило, все начинает идти в стрекосат, проги и движение на ручках. Так что, если вы видите, что снизу, это обычное ошибка – гимнасты снизу, что снизу слишком early, снизу, 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 они взяли вперед, а вместо того, что снизу, и снизу, и снизу, снизу, и снизу, снизу, не лезть. Если прошел спиной, он обычно не задевает рук тренера. Это тренер-чатка. Если тренер-чатка поддерживает, и тренер-чатка чувствует что он начинает прыгать в руки, так что он должен отмазать руки, перед снизу. Да? Ну и соответственно, можно так же доводить. Один фляг, два фляга, три дорожку флягов. Ну, катать, разгонять – уже дон. Дон, только сколько позволяет ковер дорожку? Таким принципом мы берем номер флик. Если вы счастливы с одним флик, вы идете на два флик. И вы должны посмотреть на самую технику. Который флик должен быть идентичным. Таким образом, номер флик зависит на сколько декабря вашего тренера. Вы любите практику. Следующий шаг о турбетной подготовке будет на повысок назад. Следующий шаг я поговорю о том, что мы должны темпировать. Некоторые люди называют это. Да, курбай темп. Я подержу. Вот, соответственно, здесь по технике, по движениям, по наличию пос, все то же самое, что и во флике. Да, само отталкивание там будет посиннее, побыстрее, но позы, вот те же лодочки, которые мы прорабатывали, они сохраняются. Таким образом, принципиум движения точно так же так же. Таким образом, то есть, чуть-чуть, 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 чуть-чуть. принципиум то же самое. Таким образом, он пытался делать курбай, лопать, и прыгать назад. Почему делаем именно фляги, темповые добавляем. Очень часто бывают такие ошибки, что на темповое сальто спортсмены толкаются, как переходим на фляг, они начинают делать, ну, лишь бы перевернуться. То есть, ну, не до конца вырабатывает отталкивание. То есть, То есть, то есть, то есть, то есть, когда вы заходите, потому что вы нарушали многолёг, это очень, очень полезно для флигки, потому что это очень oftenо когда вы ваг歩 ходите тренировки, начали практикуем флигки, и никто не работает просто, так что это помогает понять сколько ничего произведения чтоボッ나ев в свой организм будет воученном в целом. Дальше, наверное, пару слов про страховку, может быть, если кто не знает, то если мы со стороны... Рип спины. Он дает вам несколько слов о поддержке, которые учитывают лучшую поддержку в связи с рипом. Здесь также, что фляги, что темпы, и также бланши, двойные бланши можно держать одной рукой под живот, второй под поясницей. Вот эту середину тела, где тяжелее всего, в принципе, куда она летит, то ее и направляем. Так что, в основном, тренер должен быть в контакте с левыми руками в передаче, он помогает в направлении флик, создает силу, и второй рукой помогает ротировать. Так что, в основном, вы пушите на гимнастике, ротируете, и опять готовы, ротируете. Вот эта серединка тела, здесь сосредоточена вся основная масса спортсмена, поэтому, куда вот это место летит, туда и идет все тело, все тело туда летит. Соответственно, если мы уходим назад спиной, то фляг у нас будет назад. Окей, все тело массы есть в середине. Так что, когда тело путешествует, все тело путешествует. Это очень важно, чтобы двигаться в середине тело. Так, теперь перейдем на курбет, отскок на сальтовые. Так что, дальше, мы будем говорить о снап-давном строчке, чтобы готовиться к самосаду после курбет. Ну да, добиваемся вот этого положения, но чтобы их не за... туда не запрокидал, не прогибал. И руками до прямой линии вверх. Так что, в последней позиции, мы хотим видеть, армия открыть голову, струкнули тело, без того, чтобы ноги идти слишком далеко. Так что, нужно быть только вертикально, без фрикции, ноги назад. Принцип оттолканье такой, что здесь нам нужно толкнуться не только ногами, а толкнуться всем телом. И ногами, и спиной, и махом рукой. Используем все тело вверх. Так что, когда гимнасты берут взрывы от плана, гимнасты должны использовать все группы тела, including back, shoulders, и ноги. Не только ноги, которые делают движение. Это важно для тело вверх. Это просто нормальный упражнение. Так что, в основном, вы положите вверх. Сделайте хорошую технику. Снап-давь, прыгайте на спринг-борту. Вверх. 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 Как только вот добились вот такого круглого положения, без углов. Явно. С таким кругленьким, это упражнение имеет смысл выполнять в большом количестве. То есть, 10-20 подряд. Так что, не пытайтесь упражнение, увеличить ноги слишком быстро. Если гимнасты берут ноги, и вы можете видеть, что техники стали ошибки, ноги стали закрыты, и ноги стали закрыты, то надо остановиться. Вы лучше идти в начале, и возьмите небольшую репетику и в более хорошей форме. Если гимнасты берут ноги, в хорошей форме, то это способ сделать. Иду. Следующее у нас будет подводящее упражнение. Опять же, да, то тренеры в силах подержать. И там, только если начинаем работать, еще маленький день. То есть добиваемся, отталкиваем в прямую линию, и подставленный таз. То же самое, как мы делали на батуте подводящей. Вы знаете, это очень полезно, когда тренеры работают очень маленькие гимнасты. Гимнасты очень легкие. Вы можете помогать очень много, чтобы улучшить форму и корректировать форму. Как мы делали на трамплинг это же принцип. Но с поддержкой мы будем делать это немного быстрее. Принцип, опять же повторюсь, вот этого движения мы не торопимся сразу быстрее брать группировки. Сначала пусть это будет четвертинка, начало движения, но максимально длинным телом. А потом будем добавлять группировки и ускорять уже сальт. Таким образом, я рекомендую, чтобы не ускорить и сделать сальт как быстро, как можно, используя ноги. Лучше провести немного времени для того, чтобы гимнасты понимать принципы, как он делает движение. Когда вы счастливы, гимнасты задают сальт, да? Это был обычный ошибок. Вы не видели гимнасты немного паник это обычное. и это мы должны с этим общаться. Не делайся. Не делайся. Не делайся. Здесь принцип такой же, чтобы сальто приземлялись из точки в точку. Как же, как на батуте. Принципы так же, что сальто приземлялись и сальто и сальто не нужно путешествовать на все. От точки до 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 точки и, конечно, следующая прогрессия нужно сделать флик-флик-флик-вип, флик-флик-флик сомасайд много различных грамм Так, на этом мы сейчас курбетную подготовку движение назад закончим. Немножечко поговорим про ошибки, которые чаще всего возникают в этой подготовке. Ок, я думаю, мы остановимся поговорим о принципах реакции курбетных шагов. Михаил объяснил Это обычный ошибок, как обычно случится, и как можно избавиться этого ошибка. По поводу рук. Есть такие ошибки, когда пытаются сделать курбет и просто прижимают руки к себе. Это лишнее движение, на которое мы тратим время и потом не успеваем сделать его вот так. Михаил сказал, что некоторые гимнасты делали курбет и поднимают руки к себе. Как он объяснил, это дает немного времени, потому что нужно поднимать руки к себе, иначе вы потеряли немного времени. Поэтому лучше, в его мнении, не поднимать руки к себе. Принцип такой, что с ног отталкиваемся, что с рук отталкиваемся. Чем больше мы провожаем опору, в данном случае, тем лучше. Смотрим ладунками, в мостик, как можно дольше. Как он сказал раньше, если вы делаете пушку и, наконец, пушку, вы все равно используете пальцы. Это значит, что контакт будет немного длиннее. Вы используете больше силы, вы получаете больше эффекта. Таким образом, если вы не пушите пушку, вы спрятаете пальцы, то вы, возможно, уменьшите 30% вашей натуральной силы, в связи с спринг-ботом. Это причина, почему он думает, что пальцы вниз может быть не лучшая. Следующая часть у нас будет подводящий упражнение по акробатическим элементам вперед. Также акробатные. Следующая часть мы говорим о подготовке к форварде тумблингам. Давай. Покажи, Макс, просто обычный. Руки сверху. Первое, самое простое подводящее упражнение – это правильный вход в стойку. Первый шаг в форварде тумблинг и шаг в ханстант. Как вы делаете этот упражнение – это очень важно. Такие ошибки бывают. Некоторые гимнасты выполняют вход в стойку, не сгибая ногу через прямую ногу. Некоторые гимнасты не используют ноги, не сгибая ноги, не сгибая ноги, не сгибая ноги, не сгибая ноги. Это неправильно. Это является ошибкой, потому что, когда мы ставим прямую ногу, нам приходится сгибаться потом в тазу. Лучше нам вот эту линию подержать, а колено согнуть, шагнуть вперед. Потому что, если вы только используете ноги, то нужно использовать ноги и ноги. Это создает ошибка. Тогда нужно работать harder. Вы посмотрите на разные движения. Такие ноги должны быть использованы для движения. Эти ноги должны быть использованы для движения. Не сгибая ноги. Не сгибая ноги, но сгибая ноги должны быть использованы для движения. Образно говоря, то есть скатываемся. Ну, я уже сказал. Следующий упражнение у нас будет точно такое же, только добавляем прыжок вверх. Следующий упражнение я буду делать то же самое, только используя хоп. Здесь у нас прыжок будет выполняться не только за счет вытяжки в плечах, отталкивания в кистях, но и за счет того, что у нас была закрытая круглая спина. За счет выпрямления спины мы добавляем себе отталкивание в высоту. Таким образом, когда гимнасты имеют контакт с ногами и тело-сталкивание, гимнасты становятся более мощными, потому что гимнасты могут использоваться с низкой спины, для экстенцией, и сгибая ноги. Такие два акции делают больше мощности. Очень часто бывает, что он делает стойку с подскоком вот так, через прямую спину, а некоторые делают через даже прогнутую спину. Такие прыжки вредят отталкиванию, развитию отталкивания и вредят спине, то есть, возможно, вот эти микротравмы со временем на твердой опоре. Поэтому стараемся все-таки волнообразным движением это добиться. Потому что, когда гимнасты spend time using wrong practice by arch, basically, you know, looking forward to improve your long-term progress in the gymnastics, and plus you created more chance to get injured by doing wrong action for your back. И дальше переходим к перевороту вперед на дверь. So, next we look at the handspring to two. Здесь тоже самое движение, мы также вкатываемся в стойку, не прыгаем на руки, вкатываемся в стойку. So, when we do handspring, so very important to stay the same principle. We're not doing jump to handstand and making push. It's not wrong way to do handspring. You have to be using the same principle. So, it's very common if a gymnast is doing handspring, by doing push, you see the heels already pass vertical. There's already some mistake happened. So... The principle of the wave is to keep the legs, like we jumped with the wave. The same wave is to push from the arms. We have to go through the arms, through the back, to the neck of this wave. I think very, very practical advice because so many information right now, and you're looking backwards forward. If you have to remember only one principle, wave principle. By watching any exercise, if you see the gymnast doing wave, obviously we are in the right direction to improve our gymnastics. The next exercise, which will be a little harder, it will be a turn on one leg. Connect your legs. So, next exercise, handspring to one. So, requirement for handspring to one, in moment when take off, body legs together. So, basically, using all body action to get up, legs open. If you see legs all way, all way through, it's not the best performance. So, it's why he explained the common mistake what happens, always you see one leg leading another one because you're kicking too hard, you're making arching your back to your waist, and you have no even time to bring legs together before legs open. So, that's quite a good advice. If you're using for warm-up, do it every day, one-two, repetition, potential position, that will help to long-term. So, next, next element is fly spring or front flick. So, if you see transition from handspring into front flick, the very common mistake, gymnast keeping chest open and till the contact hands with the floor, chest still open. That's it. Okay? So, the principal long wave must be seen again, yeah? Okay, just one more. He reminds that travel of fly spring has to be a long as possible. You have to use longer body as possible with best as possible shape, chest in, hips open. Same principle what we talk about condition, yeah? So, one is a very hard work has to be done, including all these preparation conditions. It's the best time to take gymnasts and let them practice themselves number of repetition to use fast track. Because fast track prevent injuries, better surface. If you have in the gym, you're very lucky. If you don't have, maybe you have to find something else to help into gymnasts avoid, maybe soft mat. And number of repetition will take in quite a while. Okay? Okay. He just missed one important notice for you about the Bacchus Corbett. He will tell you right now. There is a mistake. There is a mistake. Some of the people think that if we put the legs in the Corbett in the Corbett, if we put the legs in the Corbett, we will get better to get the ball. If gymnasts use this way to get higher jumps, try to put feet faster. Таким образом, гимнасты устанавливают в большом риск, потому что паук делает большим впечатлением на предыдущих костей. И плюс хилист может быть болезненно, что делает это более рискованно для того, чтобы получить результат. И также есть заблуждение, когда пытаются очень много просунуть ноги под себя наоборот, за счет сгибания в тазу, за счет сгибания в плечах. То есть любым способом пытаются засунуть ноги под мостик, чтобы уйти там назад. Таким образом, гимнасты пытаются просто поставить ноги вперед, быстро, по любому способу, используя ноги, упражненные ноги вниз. И они думают, что они получают лучший результат для тревожных бокалов, что-то неправильно думают, да? К чему стремимся? То есть курбет выполнить в естественное положение, не допуская углов, тазу, плечах. То есть естественно, как закрыли лодочку, откуда ноги поставились, там и есть оптимальное положение. То есть, с другими словами, заканчивая курбет, у нас в любом случае получится вот финиш курбета, мы заканчиваем. Примерно вот такая поза, опять же, та же волна. Это хороший пример для формы тела. Вы должны посмотреть на финиш курбета в любом случае, в любом случае, в любом случае, в любом случае, вы можете видеть. И если вы хотите двигаться вперед, вы должны работать чуть-чуть. Это же такой формы. Соответственно, этой волной мы будем использовать. И еще одна какая ошибка бывает, что делают курбет. Учат на идеально прямые ноги, прямые колени. То есть это не есть хорошо. То есть это не есть хорошо. Он пытается, чтобы вы научили гимнастику, чтобы закончить курбет в прямом случае.